Прививки от гриппа Елена Городнова делает уже восьмой год. Профилактику проводит сразу, как только начинается вакцинация. Говорит, эффект есть, тем более, что по работе приходится много общаться с людьми. Вот я главный бухгалтер, я свою бухгалтерию ставила одно из условий. Обязательно прививаться. Кто заболеет непривитый, будет наказан. И знаете, как бы очень было эффективно. Приезжали на работу, делали нам прививки, и все было замечательно. В этом сезоне подъема заболеваемости не было. Жаркое лето поспособствовало. С наступлением холодов поток пациентов с ОРВИ и гриппом возрастает. За первые два дня прививочной кампании в 4-й горбольнице вакцину против гриппа получили уже 650 человек. Сейчас же погода плохая стала, поэтому часто люди болеют гриппом. Поэтому решила сделать прививку. В этом году мы отмечаем, что население стало более грамотно. Оно самостоятельно обращается в поликлинику для того, чтобы сделать прививку. Ну, как таковых у нас не было очковых вспышек. В основном пациенты сразу же обращаются в поликлинику. С началом прививочной кампании поликлиники и больницы информируют людей, рассылают письма в организации, приглашают на прививку. Каждый год состав вакцины меняется. Вносят новые штаммы. Прививку нужно делать минимум за три недели до начала эпидемии, говорят врачи. Обычно подъем заболеваемости начинается во второй половине сентября и продолжается почти два месяца. Особенно важно получить вакцину людям из группы риска. К ним относятся лист старше 60 лет, люди, часто страдающие бронхолегочными заболеваниями, беременные женщины, медицинские работники, работники образования, работники сферы обслуживания, торговли. На вакцину надейся, а сам не плашай. Врачи напоминают всем пациентам про общие правила профилактики простудных заболеваний и гриппа. Чаще мыть руки, проветривать помещение, проводить влажную уборку, использовать защитные лекарственные средства перед выходом на улицу. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.